Значит, мы с вами в прошлый раз закончили первую лекцию, посвященную некоторому введению, в котором мы посмотрели со стороны на нейронные сети, на ту индустрию, которая сейчас развивается, и посмотрели на то, какие задачи могут быть решаться, ну, те задачи, которые лежат, скажем так, на поверхности. То есть, это задачи связано с распознаванием изображений, распознаванием звука, голосов, то, что очень активно используется сейчас в интернет-индустрии, сейчас уже потихонечку все это переползает в носимые устройства, то есть умные часы, смартфоны, различная другая рода электроника. То есть, это такие вещи, которые появились не вчера, они появились примерно лет 10 назад в первой идее, вот, и на их примере достаточно хорошо понятно, почему, например, это стало так популярно сейчас. То есть, мы посмотрели на историю развития нейронных сетей, то есть, откуда они появились, там, начиная с 50-х годов прошлого века, когда ставились эксперименты на живых организмах, и появилась первая идея о том, как принимаются решения в живых организмах, то есть, путем распространения сигналов. Дальше обсудили, что помимо такого биологических предпосылок были еще и некоторые технические предпосылки, то есть, это кибернетика, которая тоже, по идее, появилась, как некоторая наука, пытающаяся перенести то, как, например, природные системы функционируют, то, как происходят процессы саморегуляции, попытаться перенести это на технические системы. То есть, появились такого рода кибернетические, кибернетическое направление. Было еще отдельное направление, связанное с коннективизмом, когда люди изучали то, как объединение простых элементов приводит к сложному поведению. Вот, где-то вот на почве вот таких трех всадников апокалипсиса появилась теория искусственных нейронных сетей, которая позаимствовала из каждой отрасли что-то свое, то есть, взяла такую общую идею из биологических нейронов. Естественно, что никакого отношения к биологическим нейронам искусственные нейронные сети не имеют, то есть, это просто некоторая такая красивая, красивый ярлык, который вешают. То есть, таким же успехом можно было назвать это и не нейронными сетями, а чем-то другим. Вот, что-то было взято из коннективизма, то есть, сам принцип организации алгоритма, как набора некоторых простых элементов с последующим масштабированием, параллелизмом. Вот, и, наконец-то, мы с кибернетики выбирались такие общие принципы управления такой сетью, обучения ее, что в целом, где-то к началу 90-х годов, дало все необходимые предпосылки для того, чтобы начать применять на практике эти алгоритмы. Вот, и сегодня мы посмотрим чуть поближе к тому, что было в то время придумано такого революционного, что позволило использовать нейронные сети на практике. Вот, то есть, мы еще немного погрузимся в прекрасный мир математики, форму, уравнений, попробуем понять, как это устроено изнутри. Значит, каких-то здесь, конечно, откровений не будет. Это будет такой, скажем, курс молодого бойца для всех, кто ни разу не имел дела с нейронными сетями, с этой темой. Для них, возможно, здесь что-то будет новое. Для тех, кто хоть раз читал что-то про нейронные сети, про алгоритмы обучения, ну, возможно, здесь ничего нового и не будет. Вот, ну, мы начнем с такой немного теоретической работы, вернее, обзора теоретических работ. Такой был деятель, есть, был в Советском Союзе, есть теперь в Англии Горбань, в частности, работает тоже с нашей кафедрой, и, ну, достаточно такой известный был в Советском Союзе товарищ, широко известный в узких кругах. Вот, он занимался в Советском Союзе нейронными сетями, потом, после развала Советского Союза, поехал за границу жить. Вот, и он достаточно много занимался искусственными нейронными сетями в Советском Союзе, изучал то, что они себе представляют, как их обучать, вот, и он такую достаточно интересную статью выпустил по поводу, такой, математических аспектов нейронных сетей, то есть, не с точки зрения того, там, биологии, кибернетики, сконнективизма, а, в первую очередь, с точки зрения математики, то есть, почему именно нейронные сети. Вот, ну, он тут дает некоторое такое общее определение, как раз вот про коннективизм рассказывает, про надежность, то есть, то, о чем мы уже говорили, да, что, например, выкидывая какие-то куски нейронной сети, она продолжает, например, функционировать без проблем. Вот они называют аналоговым ренессансом, да, то есть, если там классические, там, машины Тьюринга, они, из которых выросли все компьютеры современные, они, на самом деле, основываются на том, что у вас есть некоторая такая последовательность операций, и выкидывая одну операцию, вы, соответственно, теряете логику работы программы, вот, то нейронные сети, они больше так похожи на некоторые-таки аналоговые компьютеры, электронные схемы, где у вас есть параллельное распространение сигналов, где можно выкинуть отдельные связи и при этом, там, чуть-чуть потерять в точности, там, например, или в результате. Ну, мы в прошлый раз на лекции частично это посмотрели, там, был пример, где выкидывались целые слои нейронной сети, и после этого, там, качество распознавания изображения падало, там, на 1-2% всего лишь, то есть, выкидывая, там, одну треть, там, одну пятую часть нейронной сети, вы все равно продолжаете получать какие-то результаты осмысленно. Понятно, что у вас увеличивается ошибка, у вас качество распознавания теряется, но при этом это происходит не мгновенно, как в классических, например, экспертных системах, где вы можете выкинуть, на ней как карточный домик, вы там, выкидываете одну, один элемент, и у вас все рушится. Вот, нейронные сети в этом плане обладают таким интересным свойством, и, что самое интересное, сейчас пока это свойство особо нигде не применяется, единственное, где применяется это при обучении, то есть, еще об этом поговорим. Вот, но, как бы, в полной мере вот этот момент, связанный, например, с надежностью нейросети, он пока почему-то не получил широкого распространения, то есть, это такой потенциал, который пока еще не реализован. Ну, что здесь еще можно сказать, да, тут просто приводится как раз вот та, как они называют, схемотехника, да, на самом деле это просто, ну, некоторые такие базовые алгоритмы для элементов нейронной сети. То есть, все строится из очень простых элементов, обычного сумматора, значит, сумматор с некоторым смещением, нелинейный преобразовательный элемент и точка ветвления на другие элементы. Все, в принципе, вот это все формирует такой классический нейрон, называется формальный нейрон, никакого отношения к биологическому нейрону не имеет, просто вот так назвали. Вот, то есть, это простой достаточно алгоритм, состоящий из трех элементов. Из сумматора, который имеет некоторый набор коэффициентов для каждого входа, нелинейного преобразования и точка, которая распространяет сигнал на другие нейроны. Вот, собственно, и вся математика по нейронной сети с точки зрения того, как этот алгоритм работает, ну, с точки зрения распознавания и преобразования, да. Значит, там самое сложное начинается с обучением, мы сегодня тоже на это посмотрим. Вот, там тоже ничего сложного нет, особенно для вас, тех, кто прошел курс адаптивного управления, там вы увидите много аналогий. Значит, в целом математика очень простая. Вот, понятно, что там современные нейронные сети, они намного сложнее, и современный нейрон, который используется там, например, мы рассматривали примеры систем с операцией свертка, то есть здесь уже не просто там какой-то сумматор, да, здесь уже просто некоторый фильтр. По сути, фильтр тоже, свертка тоже, по сути, является сумматором, суммированием. Только там единственное, что у вас есть, появляется некоторое окошко, которое бегает по изображению, там, либо по входному сигналу, по какой-то истории. То есть это просто некоторые дополнительные свистелки и навороты, которые позволяют, да, усложнить с одной стороны модель, но не настолько радикально, чтобы с этим невозможно было разобраться. Вот, поэтому, в целом, для понимания того, как устроена нейронная сеть, можно ограничиться тем, ну, скажем, не нейронная сеть, а такие основные принципы того, как она строится. То есть она строится из таких простых базовых элементов, которые впоследствии организуются, вот, как тут нарисовано, в наборе слоев. То есть удобнее, понятно, что можно там и беспорядочно соединять между собой, вот, но, по крайней мере, с точки зрения техники, удобнее их объединять в некоторые более высокоуровневые элементы, которые допускают некоторый параллелизм. То есть сразу же появляются разные идеи о том, как организовать процесс вычисления, то есть можно там строить некоторый конвейер по распространению сигналов, то есть в параллельном режиме посчитать там первый слой, передать по конвейеру для расчета второго слоя, в это же время взять там новые данные для первого слоя и таким вот конвейером как бы рассчитывать выходные сигналы. Вот, ну, вообще, как это организовать, это отдельное направление. Сейчас очень активно люди работают над тем, как, например, построить компьютеры, которые будут базироваться не на идее, тюринговой логике, где у вас есть некоторая память и есть программа, которая описывает, как преобразовывать эту память. И последовательность операций, которые выполняются. То есть это такие классические тюринговые компьютеры, которые сейчас везде, ну, грубо говоря, везде. И в телефоне, и в умных часах, и в персональном компьютере, и в облаке они у вас крутятся. То есть это такие классические компьютеры. А сейчас как раз идет речь о том, как построить новый принцип вычислений. Вот, и здесь тоже есть огромное-огромное направление. То есть самое такое популярное сейчас это компьютеры, построенные на базе графических вычислителей. То есть вот такой вот конвейер, он организуется внутри вычислителя, который, по сути, является устройством для массово-параллельных расчетов. То есть там специализированный процессор, который умеет параллельно делать векторно-матричные операции. Вот, и здесь понятно, что изначально они разрабатывались для трехмерной графики, где тоже все, по сути, крутится вокруг векторно-матричных преобразований. Вот, но оказалось, что вот и нейронные сети, например, вот если их представить вот с помощью вот таких вот элементов, как простой набор элементов, да, и организованных в некоторые слои, то такого рода алгоритмы тоже очень легко реализуются с помощью векторно-матричных, формулируются с помощью векторно-матричных операций. Соответственно, могут распараллеливаться и выполнять колоссальный объем вычислений там за какие-то, ну, почти в реальном времени. То есть там современные нейронные сети, как мы на прошлой лекции посмотрели, это там десятки миллионов вот таких вот элементов. В каждом элементе вы можете обратить внимание, какое количество параметров. Все эти параметры нужно оптимизировать, то есть даже просто хотя бы посчитать. Ну, можно вот, не знаю, там 50, мы смотрели, да, изображение, это там тысяча на тысячу пикселей, вместе это будет порядка миллиона параметров. Миллиона входов, да, вот вы на каждый такой нейрон подаете миллион входов, значит, у вас будет порядка миллиона перемножений, потом миллиона суммирований и еще потом миллион нелинейных преобразований. Вот, и таких нейронов у вас 10 миллионов. То есть это будет, ну, наверное, сейчас, боюсь наврать, наверное, триллион где-то, да, операций, которые нужно выполнить для того, чтобы получить вот в такой системе некоторые результаты осмысленные. То есть сложность такой системы, она на самом деле колоссальна. То есть мы, в прошлый раз я уже говорил, да, что там, например, сейчас вот модная тема, цифровые двойники. То есть там модель автомобиля цифровая, которая позволяет предсказать, например, краш-тесты, результаты краш-тестов, это порядка 100 тысяч параметров. Вот, там самолет, это там, ну, примерно 10 миллионов параметров. То есть фюзеляж самолета, который позволяет нам предсказать, как будет двигаться самолет в воздушном пространстве. Вот, а здесь триллионы параметров, которые описывают. То есть это такой, вы можете представить, как некоторый резервуар, который живет такой беспорядочной жизнью, вот. Но за счет алгоритмов обучения, за счет настройки вот этих вот коэффициентиков вы можете придать некоторую форму вашей нейронной сети, которая позволит вам решать задачки, задачки, например, распознавания образов, или задачки управления, или задачки там фильтрации сигналов. Вот, то есть вот такая вот интересная аналогия с тем, как это, в общем, выглядит. Вот, ну и почему, например, такое возможно? Почему, например, то есть математиков вот интересует вопрос, и в частности вот авторы этой статьи, а почему, собственно, мы решили, что это так, что так возможно? Что взяв такое количество элементов, можно получить какой-то осмысленный результат. Вот, то есть, с одной стороны, для инженеров, наверное, это будет очевидным, почему так, на интуитивном уровне, да, но вот на математике они не верят ни во что. То есть они вот занимаются такими вот интересными задачками, как пытаются понять, а вот что если. Вот, ну и там тоже классика уходит там куда-то в средние века, где там изучали вообще задачу, никак не связанную с нейронными сетями, просто решение уравнений различных степеней. То есть, ну, известно, что для квадратного уравнения есть конкретная формула для того, что является решением этого уравнения. Вот, а что будет дальше? Вот где-то до седьмой степени, да, там, до пятой степени, ну, до четвертой степени, это еще в средние века там знали, как решать уравнение. Вот, а для пятой и последующих степеней, еще там в начале 20 века была сформулирована проблема, что вот как представить решение уравнения там седьмой степени, исходя из, ну, как некоторую формулу от коэффициентов. Вот это так называемое решение, ну, как некоторая суперпозиция функции. То есть, грубо говоря, у вас есть функция трех переменных ABC. Можно ли представить ее решение вот этого уравнения, вот эту функцию, да, по сути, функция это, решение этого уравнения, это, по сути, некоторый х, при котором оно будет равно нулю, да. Можно ли вот такое решение представить с помощью набора функций от двух перемен, то есть не от ABC, а, например, от AB. Вот, и это такая проблема, которая решалась до, довольно давно, вот, и где-то в середине века прошлого там в Советском Союзе она была решена. Такие очень известные математики мирового формата, это Калмагоров и Арнольд, которые решили эту проблему и доказали, что, вообще говоря, даже не от двух, а, в принципе, любую нелинейную функцию можно представить как суперпозицию простых линейных функций. То есть сумма от суммы простых функций. И единственное требование, которое накладывается на вот эту вот функцию φ, это, чтобы она была нелинейной, то есть, чтобы у нее была какая-то кривизна. Вот это такой фундаментальный результат математический, который, по сути, показывает, вернее, доказывает, почему, например, взяв большое количество, ну, понятно, что математики не говорят, сколько нужно таких функций взять, не говорят, что при бесконечном количестве функций вы сможете с бесконечной точностью аппроксимировать любую функцию многих перемен. Вот именно это является основанием для того, чтобы говорить, что нейронные сети обладают некоторой универсальностью. То есть, как видите, здесь тоже есть, здесь есть сумматор с некоторым набором коэффициентов, есть нелинейное преобразование, то есть функция одной переменной. То есть вы посчитали некоторую сумму входных значений от многих переменных и подали ее на вход функции одной переменной. Вот, собственно, и вся магия нейронных сетей. То есть, ну, естественно, что она основывается на вот этом вот фундаментальном результате математическом, за которым стоит огромная работа теоретическая там в течение 100 лет, где вот люди как раз доказали, что вот можно взять произвольную функцию многих переменных, взять произвольную нелинейную функцию одной переменной, передать одно в другое и получить на выходе ту же самую функцию с требуемой точностью. Конечно, математики не говорят о том, ну, по крайней мере, Калмагоров, Арнольд, не говорили о том, сколько таких функций нужно взять, а как посчитать вот эти коэффициенты. Вот, они доказывали в общем, что это возможно. Вот, а дальше начинается уже техника, прикладная математика, как непосредственно считать вот эти функции, сколько их нужно брать. Вот, но однозначного ответа на это нет, по крайней мере, на поверхности. То есть, как правило, достаточно, людям, инженерам было достаточно того, что действительно это возможно. Дальше чисто эмпирическим путем экспериментально подбирается, например, ну, то есть для, уже выяснялось, например, что определенные функции, ну, в том числе математиками, что, например, определенные функции позволяют, например, то есть подходящим образом подобрав вот это нелинейное преобразование или построив, например, подходящим образом вот такие слои сети, можно, например, уменьшить требуемое количество базовых элементов, вот этих маленьких элементиков, для того, чтобы получить ту же самую точность. То есть начинается уже такая огромная отрасль того, а как вообще выбирать эту архитектуру, какие функции лучше использовать, в каких ситуациях какие функции лучше использовать, там, нужно ли делать, например, вот так вот последовательное распространение, или там сейчас вот очень популярны обратные связи, обратные прямые связи, то есть в целом началась такая очень бурная деятельность вокруг этой отрасли, где люди там пытаются выжимать проценты точности за счет вот изменения, усложнения структуры, изменения, усложнения моделей базовых нейронов и усложнения самой архитектуры сети, а также алгоритмов обучения. Вот, но в целом в этой статье там дальше есть еще такая интересная часть, как, собственно, некоторое последующее математическое исследование, да, но мы на этом не будем останавливаться. Это по желанию, если вы захотите, почитайте. Вот, то есть в целом, с точки зрения математики, вам главное запомнить, что вот все строится из простых элементов, то есть в данном случае это пример, здесь пример таких классических нейронных сетей, которые там в 90-е годы были популярны, которые просто формировали некоторые нелинейные преобразования. Вот, сейчас поменялось, что появились сверточные сети, ну, они и раньше были, просто их, они как бы были где-то там под землей, там кто-то что-то делал, вот, они сейчас получили распространение за счет того, что они, ну, во-первых, обработка изображений, это такая некоторая была неподъемная раньше задача для аналитических решений, то есть там колоссальной размерности, вот, и использование фильтров как раз для такого первичного преобразования. Вот, но в целом, как бы, все это укладывается вот в эту идеологию, то есть простые элементы, организованные в набор каких-то структур алгоритмических, которые там либо последовательно, либо параллельно, либо там по прямой связи, по обратной связи между собой объединены. Вот, и то, что, почему это работает, да, то, что, то, что есть некоторый фундаментальный результат, который там был доказан Калмагоровым и Арнольдом, который показывает, что можно любую функцию нелинейную, многих переменных, представить в виде композиции простых одномерных функций, но тоже нелинейных, вот, которые позволяют такое вот сделать некоторое универсальное решение, да. В рамках этой функции может быть все что угодно. Это может быть изображение, это может быть алгоритм, скажем, логика того, как отличить одну фотографию от другой. Это может быть, например, функция управления в вашей системе управления, или функция преобразования данных, там, фильтры в каком-то цифровом. То есть назначение функции может быть абсолютно любым, в этом и преимущество математики, да, что оно некоторый общий результат дает. Вот, а частности, это уже задача инженеров, как применить этот результат теоретический, вот это вот обоснование для того, чтобы решать практические задачки. Вот, ну, мы сейчас чуть переместимся на другую тему. Значит, это теперь поближе к практике, то есть к тому, как, собственно, происходит обучение нейронных сетей. То есть мы с вами, в принципе, поняли, как они устроены. То есть с точки зрения математики нейронную сеть можно, ну, простую нейронную сеть, можно представить как некоторую вот такую формулу математическую, где ключевым элементом являются операции суммирования и операции некоторого нелинейного преобразования. То есть некоторая базовая функция, которая преобразовывает результат. Вот, теперь вопрос, как, например, собственно, вот эти вот коэффициенты вычислить, потому что функцию-то мы выберем, причем математики нам говорят, что вы можете любую нелинейную функцию брать, вот, как вашей душе угодно. Вот, главное, чтобы она нелинейная была. Вот, а вот как вычислять вот эти параметры, математики вообще не отвечают. То есть в своем фундаментальном результате они про это вообще не говорят. Просто, что вот выбрав какую-то функцию, вам нужно будет подобрать подходящий коэффициент, и вы сможете представить результат. Вот, мы сейчас посмотрим на то, как вот эти коэффициенты, собственно, выбираются. Вот такие основные идеи, как это делается. Ну, для этого нам надо вспомнить немножко про курс адаптивного управления, курс оптимального системы управления, где вы изучали задачи оптимизации. То есть, если вы помните, что задачи оптимизации, первое, с чего начинается, это формулируется некоторая функция потерь или оптимизирующий функционал. То есть, функция, которая показывает, насколько хорошо вы сейчас, ваша система оптимизирована. Вот. Ну, есть разные варианты этих функционалов. Вот в классическом, в классической теории нейронных сетей рассматривается такая, ну, некоторая общая функция скоринга, то есть, некоторая функция, которая показывает, выдает некоторый результат, грубо говоря, да. Ну, в данном случае тут функция нелинейная, но они вот, для примера, тут линейную взяли функцию, да. То есть, она может быть линейной, может, нелинейной. Конечно, что в случае нейронных сетей она нелинейная. Это вот то нелинейное преобразование, которое мы здесь вот рассматривали, да. И есть вот множество разных вариантов то, как эти функции потерь строить. Значит, есть там функции потерь. Ну, это тут, на самом деле, слайд для из лекции по теории классификации изображений. Вот поэтому у них тут такие немножко специфические задачки. Там для вот линейной функции они выбирают такой специальным образом подобранную функцию потерь, чтобы можно было делать, как бы, классификацию на множество классов. Вот, то есть, изначально у вас, например, линейная функция, она разделяет плоскость на две половинки. Таким образом вы можете классифицировать два класса. То есть, то, что ниже прямой и выше прямой. Вот, а для того, чтобы делать классификацию для многих классов, вот, берут уже некоторый набор таких линейных функций. И там идет принцип классификации каскадной. То есть, у вас на первом этапе отсфильтруются, то есть, у вас класс номер один и все остальное. На второй стадии там класс номер два и все остальное. На третьей стадии класс номер три и остальное. На каждой стадии у вас задается некоторая линейная функция. Вот, и есть общая функция потерь для всей процедуры классификации, которая устроится на таком принципе, то есть, каскадной оценки с точки зрения каскада. То есть, там, первый класс, например, должен попасть в первую, в первом классификаторе быть отсеян, второй во втором и так далее. Вот такая специфическая функция. Вот, есть более такие классические функции, которые в системе, в данном случае, в адаптивном системе управления у нас присутствуют. На самом деле, здесь вот эта функция строится на основе такого локального функционала, да, который для отдельно взятого изображения используется. Вот, ну, или для отдельно взятого объекта, который классифицируется. Вот, а здесь они делают сумму уже. Вот, если там переводить, вспоминать адаптивное управление, да, то у нас вместо вот L-итова была разница, например, задачи идентификации между желаемым, ожидаемым выходом объекта и его реальным выходом, то есть показаниями датчика. Мы таким образом подгоняли модель под объект. То есть вычисляли коэффициенты объекта, коэффициенты модели объекта в реальном времени. Вот, то есть у нас там в системах управления, в системах адаптивного управления были немножко другие функционалы, здесь вместо L-итова. Вот, но это не так важно. То есть смысл в том, что есть некоторые функционалы, которые описывают, формулируют то качество работы вашей системы. Вот, а затем просто вот эти все функционалы по каждому отдельному примеру, они складываются в общую последовательность примеров, которые у вас есть для настройки. Там, в случае с адаптивным управлением, это некоторая история, например, того, как вы управляли, то есть предыстория функционирования вашей системы, где вы пытаетесь по предыстории понять, какие коэффициенты подставлять в вашу модель, которую вы используете. Вот, и есть еще такая штука, о которой мы в адаптивном управлении говорили, но она, как правило, всегда должна быть. Это регуляризационный компонент, который добавляет некоторую стабильность в вашей системе, системе настройки. Ну вот, есть такой термин переобучение, то есть перенастройка системы, когда она слишком хорошо подгоняется под те данные, которые вы ей подсунули. И когда вы, соответственно, подсовываете что-то новое, она, как правило, не справляется с этим. То есть она, грубо говоря, начинает выдавать, слишком сильно полагаться на предысторию, не обращая внимания на те новшества и нововведения, которые в систему привносятся. Вот это также называется как свойство генерализации, то есть обобщения. То есть, грубо говоря, обобщение предполагает, что вы выкидываете какие-то частности из вашего понимания. Вот, и вот эти вот такого рода члены регуляризации, они как раз необходимы для того, чтобы игнорировать некоторые частности. То есть из предположения того, что чем больше у вас растут коэффициенты, тем более специфической у вас становится функция. То есть больше деталей она сможет отображать. То есть различия в масштабах, грубо говоря, коэффициентов. Вот, поэтому считается, что хорошая нейронная сеть, хорошая модель вообще в целом, не только про нейронную сеть, а вообще в целом про модели регрессионные, классификационные. То есть хорошая модель, она должна иметь такие равномерные распределения коэффициентов, чтобы не было каких-то резких выбросов в вашей функции. Вот, это такой регуляризационный компонент. Вот, и для того, чтобы настраивать, как мы вспоминаем в адаптивном управлении, да, метод градиентного спуска, для того, чтобы настраивать ваши коэффициенты, ваши функции, ну, в данном случае тут линейные, в данном случае здесь будут функции при нелинейной функции. Ой, коэффициенты при нелинейной функции. Вот, для того, чтобы эту настройку сделать с помощью метода градиентного спуска, достаточно на самом деле просто посчитать градиент аналитически. Мы это делали в нашем курсе по адаптивному управлению, вы это ручками просчитывали, то есть считали эти градиенты, раскладывали их на компоненты, вот, собственно, в этом вся магия обучения нейронных сетей. Здесь как бы никакого ушибства нет, все это вам хорошо знакомо. Мы сейчас просто еще раз все это повторим. Здесь есть одна фишка, связанная с тем, как нейронные сети организуются и как это помогает при вычислениях, то есть при непосредственно расчетах, когда у вас есть 10 миллионов нейронов и 10 миллионов входов в эту нейронную сеть, да еще и там несколько десятков тысяч изображений, которые нужно кокосифицировать. То есть там есть некоторые такие технические уловки, которые позволяют существенно оптимизировать процесс обучения, то есть сделать его каким-то приемлемым по времени, вот, чтобы это не выполнялось там тысячелетия. Вот, и мы с вами сейчас просто пробежимся по, ну, тут понятно, алгоритм градиентного спуска, да, рассказывается, то есть есть некоторая функция и задача найти ее минимум. Вот, то есть наша функция, это вот функция потерь плюс регуляризация, вот, и, собственно, самый алгоритм это метаградиентного спуска, где вот, как вы помните, новые значения веселых коэффициентов на каждой итерации этого алгоритма, это некоторые скорости движения, да, помноженные на градиент. Обратная, грубо говоря, направление изменения коэффициентов обратно пропорционально градиенту вот этой вот функции потерь. То есть вы как бы спускаетесь, как вот нарисовано, да, в некоторую такую низину, то есть вот эти горы, это ваша функция потерь, значит, а человек это конкретное значение коэффициентов в текущий момент времени. Вот, и вы вот как бы спускаетесь по этой функции куда-то вниз, следуя градиенту. То есть градиент у вас показывает, что растет вот сюда, а вы движетесь сюда. Вот, собственно, вся магия по настройке нейронных сетей. И в задачах, там, связанных, например, с классификацией изображений, там, где разного рода цифровые фильтры еще применяются, то есть свертки, свертки сигналов, там, в принципе, тот же самый метаградиентного спуска используется. Просто там сама функция вот эта вот, она будет немножко сложнее. То есть там помимо, где показано, да, то есть там будут еще некоторые операции свертки при на входе выполняться. Вот, собственно, вся магия градиентного спуска. Так, ну, тут просто детали уже, да, подскажешь, что есть, например, численное вычисление, можно численно посчитать тот градиент. То есть в каждой точке сделать пробные шаги в разные стороны по каждой координате. Вот, и, соответственно, получить некоторую аппроксимацию, да, то есть вычесть новое значение. Из нового значения вычесть старое, поделить на тот шаг, который вы сделали, и вы получите конкретно локальный градиент. Вот, но это, конечно, очень-очень долго. То есть если у вас координат очень много, там, если брать, например, изображение, то там порядка миллиона, например, координат. Вот, сделать на каждом шаге вот такого спуска миллиона шагов в разные стороны, чтобы понять, в какую сторону вам двигаться, может оказаться довольно дорого. Вот, поэтому в нейронных сетях, в частности, применяют аналитические градиенты. То есть это то, чем вы в адаптивном управлении занимались, вы просчитывали аналитический градиент. Вот, то есть там действительно можно было попробовать и численный посчитать, да, где у вас там одна-две координаты. Вот, когда, например, речь идет об изображениях, где там миллионы координат, ну, или в целом вообще задача, где достаточно много координат используется. Вот, там, конечно, аналитический градиент выигрывает в скорости работы колоссально. То есть вы всегда в каждой точке знаете, куда двигаться дальше. Вот, другой вопрос, что у вас не всегда есть аналитическое решение, вот, но в частности для нейронных сетей, где вы имеете дело с некоторым вот таким абстрактным, абстрактной функцией, вы этот градиент можете всегда посчитать. То есть проблема вычисления аналитического градиента происходит там, где вы имеете дело с физической сущностью, пытаетесь оптимизировать физическую сущность. То есть это какой-то, например, какая-то установка, которую вы должны экспериментально, например, оптимизировать, найти какие-то оптимальные наборы параметров. Вот там, да, там, конечно, аналитическое решение. Только если вы модели процесса построите сами, и из нее уже вы видите то, как параметры, как параметры влияют на поведение этого физической сущности. Вот, но если нет, то тогда придется вам вот делать вот такую вот хитрость, да, то есть двигаться в разные стороны, определять, куда лучше пойти, чтобы оптимизироваться, и, соответственно, потихонечку спускаться. Ну, здесь, конечно, много подводных камней. Здесь так красиво нарисовано, да, что есть вот некий единственный минимум, в который вы попадаете, постепенно двигаетесь. Если у вас вот таких минимумов будет несколько, то градиент придет к тому, что вы упадете в какой-то один из них. И не обязательно этот градиент будет оптимальным, да, то есть оптимальная точка будет, куда вы попадете, потому что вы просто не знаете, что здесь, например, есть еще более низкая яма, куда можно тоже перейти и получить более оптимальное решение. Вот, но здесь, конечно, про это ничего не говорится. То есть тут все красиво, все классно. Вот, но есть вот отдельная, да, такая проблема. Это количество множества экстремумов и необходимость искать эти экстремумы. Ну, в общем случае, это, задача решает следующим образом. То есть случайным образом выбираются точки на карте. Ну, один из разных путей. Случайным образом выбираются точки на карте, и дальше локально спускаются туда, куда спустятся. Вот, а дальше просто смотрят, какие есть вообще варианты, да. То есть, ну, 100 экспериментов провели в рандомных точках, вот, и получили там, например, 3-4 минимума разных. Вот, их сравнили между собой, выбрали наименьше. То есть это дает, скажем так, больше. Но опять же, тут некоторые такие математические результаты есть, что если там взять бесконечное количество экспериментов, случайным образом выбирающих точки на карте, то вы гарантированно найдете глобальный минимум. Понятно, что бесконечное количество экспериментов вы сделать не сможете. Количество экспериментов всегда конечны. Поэтому вы будете находиться где-то посередине между вот поиском какого-то локального минимума, да, и поиском глобального минимума. Вот, и дальше уже вопрос в том, сколько у вас ресурсов. То есть, чем больше вы поэкспериментируете, тем больше вы... Больше вероятность, что вы найдете минимум глобальный. Есть еще другое направление, связанное с анализом как раз некоторой геометрии этого пространства. То есть можно сделать некоторое допущение о кривизне вот этой вот функции. Исходя из этого допущения, перейти уже, например, от бесконечного количества экспериментов к какому-то ограниченному количеству экспериментов. Ну, то есть понятно, что, имея определенную кривизну, у вас сразу появляется ограничение на количество минимумов в рамках одного какого-то ограниченного пространства. Вот. Эту информацию можно использовать для того, чтобы, например, оценить, какое количество экспериментов вам нужно провести, с какой плотностью нужно заполнить пространство точками, чтобы быть уверенными, что вы нашли глобальный минимум. То есть так или иначе, такие задачи тоже есть. Есть исследования, есть специалисты, которые этим занимаются. Не могу сказать, что на практике это активно используется, потому что на практике все достаточно примитивно. То есть люди берут готовый фреймворк, готовый алгоритм обучения, начинают комбинировать. То есть обычно творческая мысль, она движется в сторону вот создания вот таких вот разных структур. То есть даже вот на уровне выбора каких-то элементов люди часто не опускаются. То есть они берут какие-то готовые решения здесь. Вот, а фантазируют обычно вот на вот эту вот тему. А чаще даже и не фантазируют. То есть есть какие-то там гуру, которые знают, как это делать. Вот, они там какие-то схемы предлагают, а потом другие люди просто берут эти готовые схемы и применяют их в разных задачах. Вот, конечно, никто там не задумывается о том, что вообще-то есть там глобальный и локальный минимум. То есть тут немножко по-другому решают. То есть просто там на порядок увеличивают сложность системы для того, чтобы повысить точность предсказаний. То есть, грубо говоря, чем сложнее у вас система, тем меньше будут вот эти вот разницы между глобальными и локальными минимумами. Вот получается как бы эмпирически вот сейчас вот такая вот идея, она, конечно, нигде не сформулирована, но она вот витает в воздухе. То есть люди, которые там занимаются нейросетями, они вот таким образом эту проблему решают. То есть они не задумываются о том, что можно там выжать еще там одну миллионную долю процента источности за счет там усложнения алгоритма обучения. Вот они просто усложняют модель до такого уровня, что эти разницы между локальными и глобальными минимумами, они просто становятся какими-то уже на уровне погрешности вычислений. Вот. Поэтому, да, такая проблема есть, как поиск глобального минимума, но вот в нейронных сетях за счет их сложности они просто незаметны. То есть вы попадаете, да, в локальный минимум, но разница между локальным и глобальным минимумом, она ничтожна и нет как бы смысла на практике с этим сильно заморачиваться. Если вы, конечно, ну, единственное, что вы, скорее всего, встретите, если будете заниматься нейронными сетями, это вот в определенный момент, то есть выбрав какую-то архитектуру, какой-то тип элементов, в определенный момент оптимизации вы упираетесь в некоторый барьер. То есть, грубо говоря, все последующие там попытки с помощью градиента настроить, они приводят к тому, что вы дальше просто не можете опуститься, то есть какой-то барьер возникает. Вот. И в этот момент просто там достаточно вбросить там еще пару миллионов нейронов в структуру вашей системы, и вы резко там можете провалиться вниз, например. Вот. То есть тоже такой интересный, чисто вычислительный, да, ну, чисто такой инженерный подход, да, давайте усложним систему и пройдем дальше. Вот. То есть вот с этим обычно придется сталкиваться. Вот. Придется сталкиваться с переобучением, когда, грубо говоря, у вас система становится слишком сложной.